Бобры эмигрируют в город На сегодняшний день это уже чуть менее 7 тысяч Наш собственный корреспондент по Брестскому региону Виктория Патоня в своем репортаже показала эксклюзивные кадры, как от городской суеты бобер спрятался под машиной Бобр в жилой квартал пришел ночью, так как известен этот зверь тем, что он ведет активный образ жизни именно в темное время суток Когда зверь обнаружил, что он находится не в привычном для него месте, он нашел тайник и забрался под машину Подземку через смс-ку В Минском метро за проезд вскоре можно будет платить по мобильному телефону Специальный терминал для смс уже установлен на станции Академия наук Правда работает он пока только в тестовом режиме Можно будет заказать по одной смс-ке многоразовый билет на несколько поездок То есть пассажир платит только переплачивать за одну смс-ку, а может получить многоразовый билет Система, конечно, очень удобная Пассажирам не придется стоять в очереди за жетоном Да и в принципе она очень простая По словам моего коллеги Александра Хоровца Достаточно отправить смс на короткий номер и дождаться, пока придет ответ со специальным кодом Этот проездной им можно будет поделиться Допустим, одну смс-ку передать кому-нибудь другому, своему другу, знакомому Вот, и по ней тоже пройти Но пройти можно будет только один раз Супрематизм в Минске или как с первой попытки разгадать философию черного квадрата На площади Якуба Колоса под открытым небом открылась выставка работ Казимира Малевича 17 известных репродукций привезли из Третьяковской галереи Подобная экспозиция, как говорится, в свободном доступе и без экскурсовода Проводится уже не первый раз В прошлом году выставлялись работы Марка Шагала По традиции, открытие вернисажа началось с шоу авангардного искусства Кстати, во время этого театрализованного представления Моей коллеге Нине Можейко постоянно кто-то мешал работать Я не знаю даже кто это Как-то назвать не покемон, какой-то, наверное, смешарик Потому что я просто не ожидала этого Он буквально вытолкнул меня из кадра Ну и, собственно, мне пришлось уступить место молодому человеку Наверное, молодому человеку Потому что сложно было понять за этой формой, кто это на самом деле Просто две руки и две ноги Откуда такая агрессия? В последнее время в СМИ все чаще обсуждается тема Издевательства человека над самыми верными его друзьями Жестокость к четвероногим проявляют и сами хозяева И прохожие, которым просто не понравилась лежащая рядом собака Пару дней назад, например, в Смолевическом районе Дворнягу сильно избили, отрезали лопатой лапу А затем устроили по животному стрельбу Когда оперировали, думали, что просто ампутация лопаты Но из суставов была извлечена дробь Вот, что и было как вещественное доказательство при оформлении заявления Мой коллега Владимир Королев вне итогов признался Эта съемка, пожалуй, психологически была самой сложной Меня поразила вот эта бесчеловечность Когда я уже поднимался на шестой этаж Я встретил ведущую панорамы, которая выходила с эфира И сказала, слушай, говорит, я чуть ли не расплакалась После твоего сюжета, мне было уже оставшуюся часть панорамы Достаточно сложно вести И все-таки придется научиться выбрасывать мусор раздельно Белорусы хотят избавиться от мусоропроводов в многоэтажках Идея, в принципе, понятная Выбрасывать мусор в один контейнер, во-первых, не экологично Во-вторых, не экономно Так что не исключено, что вскоре мусоропроводы будут заварены А в дворах появится несколько контейнеров для разных отходов Наш корреспондент Дмитрий Титов уже за кадром У директора мусоросортировочной станции Поинтересовался, какие ценные вещи иногда оказываются на свалке Находят даже деньги, мешки денег Директор сортировочной станции рассказывал о таких ситуациях Рассказывал про блоки сигарет Рассказывал про большое количество металла, которое можно сдавать на переработку Это были самые яркие события недели Только вне итогах откровения журналистов И эксклюзивные кадры, которые не должны были попасть в эфир Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА